Если он поднимается против этого поднятия, ты ничего не сможешь сделать. Он будет подниматься, потому что им движет сила, которая тебе не подвластна. А если он такой агрессивный, что каким-то образом хочет убить себя как тело, то есть когда отрисление происходит, он так сильно страдает, что он все типа происходит. Вот получается идея о суициде или что-то такое. Да. Все это происходит только лишь вследствие приема каких-либо веществ наркотических. Потому что в подлинном чистом поле мастера это невозможно. Как же дети наручения потенциала и может быть делать? Как делают? Ну, например, качаются и все. Ну, так это уже возникновение ядов в эго. То есть они уже возникли, как этот токсичный элемент, который имеет разрушительную потенцию. Да, понятно, но ребенок уже созрел как эго все равно в тот момент, когда это происходит. И тогда любая провокация ума может вызвать вот это явление. То есть он уже спящий, понимаешь? Он уже неосознанный. Потому что как только возникает память о себе, уже возникает эго. Потому что память возникает вместе с эго. Вместе с кармой. Ибо память это сеть. Сеть такая, которая плетется через события кармические и отпечатки. Каждый отпечаток есть узелок в этой сети. Понимаешь? И вот эта сеть, ты в нее все время попадаешь. А кому хочется-то? И для чего? Ты понимаешь, что это просто игра? Что это просто возня? Которая, собственно, ну что она тебе дает? Ничего она тебе не дает, только углубляет твой сон. Еще дальше загоняет в сон. И еще больше возникает как бы кармы, понимаешь? Которую нужно очищать дальше. То есть через неосознанность. Он тебя уводит все время от осознанности. Уводит от чистоты божественного присутствия. Уводит все время в сон. Увлекая вот тем, о чем ты говоришь сейчас. Ты начинаешь смотреть прошлые жизни. Вот в этом возиться. Понимаешь? Рассматривать это все. Для чего? Отбрасывая это все. Если речь идет об освобождении от страдания, то ты должна все отбросить. Любые игры околодуховные должны отброситься. Какие там могут быть проработки? Там могут возникать только концепции какие-то. То есть ты начинаешь себе придумывать, что там, значит, это явилось причиной там прошлой жизни, какой-то, значит, то, что ты... И что это дальше? Ты ее очистишь таким образом? Нет. То есть просто возня ума, просто мысли об этом и все. То есть опять возникновение того, кто должен исчезнуть-то на самом деле, понимаешь? Возникновение и укрепление его вдумания. Конечно, 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 интересно. Пока ты не наигралась, пока ты не настрадалась, ад тебе кажется сияющим, понимаешь? Он тебе кажется увлекательным. Ты даже не замечаешь страдания какие-то, потому что они пока еще не такие сильные. Но ты не учитываешь то, что страдания все время усиливаются, сон все время углубляется, все время усиливаются, усиливаются и усиливаются, усиливаются. Но в какой-то момент вот эти игры становятся как будто бы интересными. Понимаешь? Но все это, конечно же, все равно во благо, потому что это все работает на накопление страдания. Потому что только настрадавшись можно действительно созреть к пробуждению. Поэтому играйте на здоровье, конечно. Пока не наиграетесь. Да. У эго топливо, топливо страдания. Страдания. Любое. Это любое страдание. Это эмоции, это страх, это любое сопротивление. То есть все, что работает на укрепление, на подкармливание этой мысли, на подкармливание вот этого думающего ума. А он кормится энергией страдания. Многие радости, он же тоже скармливается, поскольку привязываешься к радостям. Конечно. Конечно. Это тоже заблуждение. Это тоже заблуждение. Потому что в этом случае он действует как бы путем кнута и пряника. Понимаешь? Но все равно это ум. То есть он тебе сначала кнутом, а потом пряником. Будни и выходные. Или праздники. Да. В одном из видео вы говорили о смирении, что оно очень важно для духовной реализации. Вот у меня вопрос, как его обнаружить в себе, и почему оно так важно для вот этой реализации? Потому что все, от чего ты страдаешь, это ты страдаешь от непринятия того, что есть таким, какой он есть сейчас. То есть смирение является самым сильным противоядием. Ибо смирение – это что такое? Это принятие всего таким, какое оно есть прямо сейчас. Почему люди путают смирение и как-то себе, подавление себе от того, что там он не смеет? Сейчас условно, я думаю, другое. Ну как бы он сам себя подавляет, чтобы не вышла его вот этот вот гнев, там, не знаю, какая-то эмоция. Не подавляет, он все равно выходит. Просто искра, которая появляется в виде гнева, она не вырастает в пламя. Понятно? В этом случае просто пересидеть эту искру надо. Нельзя вовлекаться и дать возможность искре разгореться пламенем. Вот такая ситуация, предположим, выникает искр, пошла эмоция мощная. Возникает люди или человек, который пытается в пламя водлить масло. Да. Что в этих случаях делать? В этих случаях что делать? Причем этот человек, как бы, непонятно, кто ли осознан. Да, не вовлекаться, не вовлекаться в это. То есть просто сесть и сидеть, пересидеть. Пересидеть? Да. Этот момент очень сложно. Да, это непростой момент, если вы находитесь в одном пространстве, например, с тем, кто создает провокации, да, и подливает масло в огонь. Непросто сделать. Выйти из этого пространства и пойти прогуляться. Я стал в таких ситуациях, когда говоришь, что человеку перестань, а он продолжает, значит, еще бензинчик. Не надо, не надо ничего говорить. Выйди, просто выйди, прогуляйся. Ничего не нужно говорить. Невозможно. То есть в камере в тюрьме или как? Нет, но у вас нельзя сейчас в этот момент выйти в помещение от этого человека. Значит, просто нужно сесть и сидеть. и все. Сесть и сидеть. Сесть и сидеть. И внутренне повторять имя Бога. Божественное имя, которое нейтрализует любой конфликт. Как оно произойдет? Как началось? Свет высшей милости. Свет высшей милости. Почему имя такое имя Бога? Не измельчен, не измельчен, не измельчен, не измельчен. Как себе привыкли к этим именам, процессами. Потому что это самое близкое к тому, чтобы осознать, что это такое. Продолжение той же темы. Как донести человеку, чтобы он перестал в дальнейшую спровоцировать подобные ситуации? Потому что это очень сильно выдевает из состояния вот здесь и сейчас. Если человек не слышит и продолжает это делать, какова его роль в этом? Нужно ли это для меня лично? Или это все-таки избегать? Не вовлекаться. Вот единственная рекомендация есть. Это через твою осознанность просто не вовлекаться в это. Сесть и сидеть. Сесть и сидеть. То есть вернуться в реальность. Понимаешь? В реальность, в чистоту. В чистоту восприятия сердечного, чистого, безоценочного какого-то, без вовлечения в это. Понимаешь? Что тогда вопрос? Да. Есть ли польза для меня лично в этой ситуации? Или она деструктивна? Смотри. Любую пользу, которую личность извлекает для себя, не является пользой? Еще раз говорю. Если личность извлекает для себя пользу, эта польза не является пользой. Потому что эта польза усиливает, укрепляет личность. Это вопрос по-другому задам. Не для меня, как личности. А есть ли польза для духовной реализации данной ситуации? В пользу от чего? От данной ситуации, когда идет провокация на гнев, на раздражение. Конечно. Если ты воспринимаешь это как тренажер, то, конечно, осознанно ты сядешь и пересидишь, и очистится в тебе. Это очистится, потому что это все зеркало, которое проявляется таким образом. Тебе нужно просто пересидеть и очистить это. И через совместные медитации это происходит. Через повторение. Через повторение имени Бога, о котором говорилось. Так же, как прачка, знаешь, вот в речке. Бьет о камень белье, чтобы очистить грязь. Вот так же, так же повторяя это имя, очищается ум. То есть, пока я вижу, что что-то извне якобы приносит мне какую-то провокацию, и есть как, ну, кто-то, да, то это не... Мне нужно только разворачиваться и... Абсолютно. И благодарить. Использовать в любую ситуацию вне просто, чтобы смотреть, что во мне реагирует. Благодарить, да. И пересиживать это. Да. То есть, даже если мне там название кто-то или пришел, стучит, мне нужно отвернуться от этого, сесть и только... Совершенно верно. Либо через... Прости меня, пожалуйста, я люблю тебя, я благодарю тебя. Через прощение и проявление чистого сердечного родения очистить это в себе. Потому что другого варианта нет. Другие варианты все, кармические усиления. Бесполезно говорить с человеком или с кем. Бесполезно. То есть, если я вижу искажения, это я вижу. Это твое, да. Это так трудно иногда принять. Да. Вот это помогает, прости мне, пожалуйста. У многих возникают слезы во время вот этой отчетки сердечной. Слезы очищения именно вот того, что должно очиститься. Существует судьба, или человек сам может делать? Ну, если сам в ответе за свою жизнь, то, что ты называешь судьбой, есть простая прописанность в теле определенных событий. Маугли, который в джунглях с волчицей, появилось тело, и он попал к волчице. Волчица его выкормила, вырастила. Какая у него судьба или прописанность возникает? Он начинает ходить на четырех конечностях, так ведь? Выдь на луну, общаться со своими братьями и сестрами, волчатами, волками. Так ведь? Даже если он вернется к людям, он все равно, у него не возникнет прописанности, которая уже спроизошла. То есть перепрописать его практически невозможно, потому что он появился в среде, которая его прописала. Предопределено, конечно, предопределено, да. Вот это как раз и предопределено кармой, то есть кармическими проявлениями. Если карма очищается, если ваш ум очистится полностью, то происходит освобождение от перерождений, от перерождений слепых, которые сейчас